Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас для вас новая игра. А скорее даже две игры, потому что лето, хочется больше времени проводить на улице, и мы сегодня подготовили для вас две игры для того, чтобы можно было занять детей на улице. Первая игра у нас будет связана с шаблонами. Нам нужно будет подготовить на бумаге шаблоны. Лучше, чтобы это была бумага, которая будет поплотнее, и если вдруг у вас есть такая возможность, возможно даже на каком-нибудь пластике. Но у нас это плотный лист бумаги, вот такого большого формата, либо можно использовать формат поменьше, но тогда его я рекомендую использовать, например, для букв, потому что если мы говорим о шаблонах животных, то они будут небольшие и более эффектно, они смотрятся на вот таком вот формате, да, уже вырезанная вот такая у нас белочка. Вот, что касается шаблонов букв, то в принципе вот такой формат буквы, я думаю, что прекрасно будет виден. Сейчас расскажу про саму суть игры, чтобы вы поняли, что это, о чем я вообще, и для чего нужны нам эти шаблоны. Как чаще всего дети рисуют или наносят изображение летом, да, на какую-то поверхность асфальта, например, или что-то такое подобное тому. Они рисуют мелками. Мелками рисовать уже многим детям надоело, я думаю. И мы с вами сегодня подскажем им новый способ, как можно себя развлечь на улице. Для этого нам понадобится вот такая штука, это называется пульверизатор, кто не знает. Она прекрасно и очень весело брызгает водой, вот таким вот образом. Мы его наполняем водой и берем с собой на улицу. А еще мы готовим с вами с собой на улицу шаблоны, как я уже сказала. Шаблоны мы можем подготовить любые, можем просто вырезать какие-то любимых героев у детей, да, чтобы им было весело. Но если мы хотим внести сюда какую-то развивающую часть, тогда мы можем использовать эту игру в наших корыстных целях. Например, если мы хотим, чтобы дети повторили или выучили буквы, мы делаем шаблоны букв. И с этими шаблонами весело идем на улицу. Например, вот так она будет выглядеть, да, я распечатала вот такую букву прямо из интернета, я не сама ее старательно выписывала на бумаге. То есть это вообще очень быстро. Я распечатала на бумаге, бумага, конечно, должна поплотнее, иначе она после воды превратится в тряпочку. Вот такая буква М, например, у меня получилась. И если мы с вами возьмем вот даже эти две буквы, то мы можем целое слово создать, я думаю, вы догадаетесь какое, да, и нарисовать, например, рядом шаблон сердечко, и вам будет вдвойне приятно. Конечно, такая будет для вас чудесная прогулка, а ребенку будет приятно сделать вам, доставить вам в радость. Если мы говорим о том, что мы хотим изучить какую-то тему, да, например, мы с ребенком хотим изучить животных, какие существуют животные, мы делаем шаблоны, соответственно, животных. Вот такие шаблоны также есть в интернете, но они получаются вот такого небольшого формата, и я, если честно, не сильно уверена, что их будет хорошо видно, когда мы пульверизатором, да, брызгаем и увидим на асфальте, потому что маленькие, вот такие маленькие детали, они могут просто слиться, и не получится вот такой красивый силуэт. Поэтому я взяла вот этот вот листочек и старательно уже своими ручками перерисовала вот этот вот силуэт на больший формат и более плотную бумагу, и у меня получился вот такой вот шаблон. И вот уже с таким шаблоном я планирую идти на улицу, да, со своим ребенком и рисовать животных, в данном случае это будет белочка. Как это будет выглядеть, я вам, к сожалению, прямо детально показать не могу, потому что мы не на улице, мы в студии, но вот таким вот образом, например, мы накладываем наш шаблон на асфальт, просто кладем его, да, ну, понятно, что оно будет вот так, и после этого берем пульверизатор и просто в хаотичном порядке, да, вот таким вот образом мы брызгаем, 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 брызгаем. Ну, здесь, конечно, не будет видно, но вот когда мы убираем шаблон, у нас остается, ну, тут я вижу, вы, наверное, не увидите вот этот вот силуэт, да, мокрый силуэт, который изображает у нас белочку. Вот такой вот способ развлечь ребенка и провести с ним увлекательно время, а также выучить тему, в которой вы хотите, чтобы ребенок разбирался. Например, как я уже сказала, это может быть цифры, это могут быть животные, это может быть какая-нибудь история там со сказками, да, то есть вы можете прям целую сказку вырезать из силуэтов и, ну, понятно, что узнаваемую, да, и рассказать, например, потом с помощью этих силуэтов. Вот все, что угодно, опять же, это ваш полет фантазий, пожалуйста, действуйте, дерзайте, как я хочу сказать, это очень весело, интересно, и я думаю, что вашим детям это понравится. Ну, и вторая игра, которую я вам обещала сегодня, это вообще простейшая в исполнении игра, если вам надоело целыми днями с ребенком летом проводить на детских площадках, то можно предложить ему такой вариант развлечения, который, опять же, будет полезным, потому что мы с вами будем развивать у ребенка наблюдательность, мы будем развивать у ребенка мелкую моторику, нашу любимую, мы будем с вами развивать у ребенка мышление. Что же нам для этого понадобится? Нам, как обычно, понадобится листочек бумаги, нам понадобятся цветные карандаши, нам понадобится скотч. Что себя представляет эта игра? Мы берем цветные карандаши, либо фломастеры и просто вот таким вот образом, там, любым образом, на самом деле, можем кружочек нарисовать, но я вот сделаю это вот так, просто вот прям вот так рисую, наношу, так скажем, на бумагу вот такие вот цвета, чтобы ребенку было их хорошо видно, понятно, различимо, да, и делаем это желательно в природных цветах, то есть учитывая то, что может ребенок увидеть на улице. Для чего мы это делаем? Сейчас, когда я нанесу все эти цвета, этот листочек станет у нас таким полем для исследования, то есть мы предлагаем ребенку карту, такую карту сокровищ, скажем так, да, с природных сокровищ, и говорим ему, что вот у тебя карта сокровищ перед тобой, сейчас мы выйдем с тобой на улицу, и твоя задача найти для каждого цвета свое сокровище, то есть на улице в процессе прогулки, пока вы неспешно гуляете по саду, либо просто по двору, вы разглядываете с ребенком все, что вас окружает, и находите подходящих цветов, предметы, возможно, какие-то, да, лепестки от цветочков, которые уже подвяли, травку, то же самое небо, да, мы можем его не присоединять, то есть вот у меня здесь лежит скотч, он лежит тут не случайно, он лежит для того, чтобы можно было взять его с собой, либо вы можете изначально приклеить двусторонний скотч рядом с цветом, и уже не таскать с собой, например, такой, но вот в идеале, да, если вы идете гулять, вы можете взять с собой просто вот небольшой скотч и прикреплять это все вот к этому полю для исследований, ну, допустим, еще какой-нибудь, мне нужен свет какой-нибудь темный, ну, вот я его не вижу, ну, пусть будет коричневый, вот мы нанесли, например, вот такое количество цветов, этого вполне достаточно, если вам хочется облегчить задачу ребенку, вы можете прям пройтись заранее по той территории, где вы будете гулять, посмотреть вокруг, что там есть, чтобы ребенок, да, успешно справился со своей задачей, но сейчас лето, сейчас буйство красок, и я думаю, что все цвета вы сможете найти и приклеить к ним, например, свои сокровища, либо не приклеить, а просто показать, например, если цвет голубой, и вы не видите рядом ничего такого похожего, да, но видите небо, и ребенок говорит, мама, вот небо я вижу, небо голубое, я говорю, конечно, молодец, ты нашел сокровища, которые мы так долго искали, вот такая вот простая, незамысловатая, но очень интересная и полезная игра, поскольку наблюдательность развивать у детей очень важна, и, соответственно, тут работает еще и мышление. Вот такие интересные, увлекательные игры на улице для вас мы сегодня подготовили, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам комментарии, возможно, оставляйте фотографии ваших сокровищ, либо рисунков на асфальте, которые вы сделали благодаря нашему выпуску, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там также очень много интересной информации, а на этом у меня сегодня все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok